Интересная идея. Избавиться от идолпоклонников, выявить их. Это правильно. Идея правильная. Действительно, у Всевышнего должен быть механизм выявлять это все. Иначе, что получится? Недопустимо категорически, что праведник будет наказан, а злой, плохой человек будет только процветать. Так не может быть. Или в этом мире, или в будущем мире должно все прийти. К подсчету всего. И как сказал великий рабе Акива, То есть, мир судится по большинству дел. Нету ангелов, нету праведников. Ясно, люди делают какие-то ошибки и плохо. Ясно одновременно, что все люди делают какие-то хорошие дела тоже. Нет такого, что человек только одно зло дел и только одно добро. Всегда и то, и то. Но мир судится по большинству. Если добрых дел больше, чем плохих, мир процветает. Если наоборот, плохо. Так что, вот это основа основ. Ваша идея, хоть и интересная, но она не нужна. Значит, действительно нужно видеть, кто хороший, кто нет. У Всевышнего есть на этом механизм. Для этого есть Малахим. У русских ангелов, которые посланники Всевышнего. С точностью до микронов все выясняется. То есть, объекты на уровень микрона выясняются. По времени с точностью до секунд, миллисекунд. С точностью всего. Всевышний получает всю полную информацию, как вы правильно в начале вашего текста написали. Он вне времени. И он знает все обо всем. Это цитирую вас. Он знает. Он действительно знает все обо всем. Поэтому не нужны такие вот меры, как не пустить Мошея Робейну, оставить его на горе, чтобы евреи сделали этот самый Эгер Загав, Золотой Терец, и проявили себя, что они идут поклонники на самом деле. И выяснится, как лакмусная бумажка, и выяснена истина. Идея очень интересная, но Творцу мне это не нужно. И поэтому это не так. При этом я даже все равно обещаю немножко подумать над вашим интересным предложением и идеей, чтобы дать, может быть, когда-нибудь более развернутый ответ, немножко терпения. Пожалуйста, терпение. Есть десятки тем, на которые я потратил на какую-то тему год, на другую тему пять лет, а на какую-то тему пятнадцать лет. Я тут не подписался какое-то точное время, когда давать ответы. Я просто обещаю вам подумать над вашим интересным вопросом. А теперь подведем в короткий итог и закончим наш этот ответ. Муше, брат Аарона, действительно, как вы пишете в вашем письме, молился за своего брата. И отсюда возник ваш вопрос, почему он не молился за тех, почему он за Аарона молился. Я сказал, что мир судится по большинству всегда. Это на нашем сайте мы говорили не раз. И Аарон, в отличие от строителя этого золотого тельца, он не был ни в чем виноват. Наоборот, он хотел их защитить. Он хотел оттянуть время. Он хотел, чтобы Маше пришел из горы Синай. И Всевышний его не задержал, а вот сказал ему, когда было предсказано, иди, прошло сорок дней, ты спускайся. И получается, что не Маше не виноват. В простом смысле этого слова виноват. Иначе придется всех обвинить. Не Маше не виноват, не тем более Аарон не виноват, который приложил все усилия, чтобы в конце концов спасти этих евреев. Вот так обстояли дела. А что надо теперь во всем этом? Большой урок. Тора от слова Гораа. И Город – это Тора. Учиться. Учить. Значит, Тора нам дана, чтобы мы учились. И это очень серьезно. Это не прочитать просто какую-то книгу, которая называется Торы. Просто прочитать быстренько или не быстренько. Не важно. Нет, надо учить и понимать, и знать, и снова учить, и снова десятки книг, и сотни книг. И то, что вы видите здесь, это означает, что вы видите вот эти вот книги. Но это малая толика того, что у меня есть. У меня примерно четыре тысячи вот таких книг. А здесь на вашем экране отражается пятьдесят, сто, двести. А у меня четыре тысячи. И это может быть у вас тоже. Вот вы приедете в Израиль или уже приехали. И это может быть у всех, у любого человека. В этом наша жизнь. Потому что вы правы совершенно. Хочется понять. Хочется получить ответ на такие вопросы. Как может быть такое и такое? Ну, для того, что мои видеоответы только, это еще учеба Торы. В первую очередь учеба Торы. Это не я, это учеба Торы. Все, что он рассказывает, следствие этой учебы, которой уже свыше сорока пяти лет я этим занимаюсь. Вы тоже можете. Вот это практические выводы, которые мы можем сейчас сделать. Так что надо действительно, как написано в наших книгах, учиться для того, чтобы преподавать. И кто будет преподавателем из вас, вы тогда будете глубоко знать. А если вы хотите еще глубже знать, то мало преподавать. Надо еще выполнять, что там сказано. Тогда будете и преподавать, и изучать, и выполнять. Все у всех получится. Если человек хочет учить для того, чтобы преподавать другим, то тогда этот человек представитель Всевышнего. Тогда Всевышний берет на себя. Я так буквально говорю, буквально так. Берет на себя ответственность за этого человека. Начинает ему снабжать знаниями. А у него величайшие возможности. Знания – это не только книги. Это емкость ума. Это работа ума. Это качество ума. И качество души. И качество над душой еще. Качество личности. Все это вместе начинает процветать. И это дает свои результаты. Так что вот эти выводы нам надо сделать. Спасибо вам за вопрос. Толковый вопрос. Я надеюсь, дал какой-то ответ. До свидания. Толковый вопрос.